Как нам понять, хорошая обувь или плохая? Для этого нам нужно встать на листок бумаги и обвести две своих стопы, которые поставлены рядом. Получится вот такая картинка. Самое характерное для нее это то, что большие пальцы будут примыкать друг к другу. Если мы таким образом обведем одну ногу, то у нас будет вот такой контур. Теперь мы посмотрим, как будет выглядеть стелька из обычной обуви, приложенная на эту картинку. Картинка будет вот такой. То есть нам будет не хватать примерно треть места для пальцев. Это самый простой тест. Еще проще, если вы вынете из предполагаемой к покупке обуви стельку и поставите на нее свою ногу. Вы увидите такую же картинку. Другой тест, который имеет смысл сделать для обуви после этого, это проверить, насколько гибкая подошва. Хорошая обувь складывается вот так. Если она не складывается, это создает массу паразитных напряжений в стопах, сильно влияющих на походку. Если нам попалась хорошая обувь, то мы увидим практически полное примыкание по внутреннему контуру. И при этом будет место и для мизинца. То есть наружный край тоже не будет зарезан. Купить такую обувь достаточно сложно, но тем не менее она бывает в продаже. И выглядит это примерно вот так. Нужно, конечно, понимать, что подошва далеко не всегда соответствует наружному контуру самого ботинка, особенно на кроссовках. Здесь мы видим, что сильно выдаются каблуки наружу, да? Но смотреть на обувь сверху нужно иметь некоторый навык, чтобы увидеть, собственно, наружный контур ботинка. Масса деталей отвлекает глаз. Как понять, что у нас со стопами что-то не совсем благополучно? Лучше всего это нам подсказывает износ обуви. Если мы видим, что стесывается каблук с одного бока, стесывается передняя часть обуви где-то симметрично, стесывается мягкая подошва посередине, все это говорит, что нам пора думать о том, что у нас со стопами. Типичная картина выглядит примерно так. Мы можем увидеть, что стелька проминается посередине, яма образуется. Нормальная опора должна быть распределена равномерно и акцентирована на краях, в первую очередь на основании большого пальца. Бывает, что можно видеть, что и пятка стаптывается несимметрично. Можно видеть контур опоры, в данном случае благополучной. Часто можно увидеть, что средняя часть стопы широкая. В данном случае мы видим норму, но часто здесь будет сильно шире отпечаток. Еще признак неблагополучия, который легко наблюдается, это вид стопы сзади, со стороны пятки. Стопа должна иметь такое положение, при котором пятка выглядит как капля, висящая на икроножной мышце. То есть пятка должна висеть на икроножной мышце симметрично. Если она существенно отклонена наружу или внутрь, это признак того, что пора думать, что у нас происходит со стопами. Также отличный сигнал подают натоптыши. Если в любом месте стопы образуются мозоли, это признак неблагополучия. На здоровой стопе мозоли не образуются.